Мы боролись с 5 герцами отличными способами Я не знаю, что он эти материалы в доклад не внес Там и Степан Юрьевич земли переделал, в первую очередь у компрессоров И мы будем продолжать эту работу поступательно и проводя анализ То есть, по крайней мере, сравнивая графики, как это и надо На одном рисунке разными цветами Потому что раньше почему-то это не делалось Как-то люди тыкались и говорили, ой, как все плохо, и куда-то забывалось И данные пропадали, и они не передавали Мы не участвовали раньше просто в этом Почему вы так говорите? Конечно, сравнивались Мы боролись на 2 года Вы сейчас нас обвиняют, что мы ничего не делали в 2 года И что вы сегодня все сделали, что ли? Нет, я вас не в этом обвиняю Я обвиняю в том, что мы про это ничего не знали Что нету данных, нету отчетов по вашей деятельности Которые может заниматься каждый Да, действительно, бывали данные, которые совмещались И мы смотрели, как отличаются все Но по мере развития вы только должны улучшать этот уровень А сегодня показывались данные, они отдельно показывались Поэтому и вопрос этот возник Что хорошо вернуться к забытому старому Действительно, если мы делаем какой-то прогресс Что-нибудь всегда был вопрос А что было раньше? То есть замечание очень поделое С какого уровня? Да, да Потому что, тем не менее, наводки достаточно большие И они и остаются достаточно большими И эту работу нельзя оставлять Ее надо продолжать Нет, я помню, как-то бывали обсуждения у нас по телефону Что давайте попробуем тот образец, который был А сейчас в новой ситуации померить А я сразу вопрос задаю А вы найдете вот то, чтобы сравнить Это тогда дело, это эксперимент, это наука Если нет, тогда учет и контроль он хромает Так что замечание просто И его надо наладить Это необходимые требования И необходимые условия нормальной работы То же самое мы, собственно, занимались Вот я попросил Сашу Себенев Может, Саш, тоже, мы как-то тоже его сегодня лишили слова Правда, мы его вчера предложили, да Ну, может, Петру что-нибудь скажешь? Весь в комментариях, 3-5 минут Без презентации, без презентации Ну, все-таки, у нас дискуссия Давайте чуть-чуть Хорошо, Саш Ну, расскажи, Саша Конечно Тем более, у него есть тут пара картинок Может, действительно, пальцем это сложнее А на картинке, может, оно и лучше получится Да, я не буду тогда всю презентацию показывать Присажу только основную Оно готово А, вот это самое Открывай Вот, вот, вот Сиденья, да? Вот В этом полугодии, помимо деятельности, о которой уже рассказал Леня Ревин То есть, это исследование контактов на биокристаллических подложках Я также занимался исследованием внутреннего эффекта Джезерсона В слоистом высокотемпературном сверхпроводнике биску Правда, у нас тут вышла небольшая неприятность Мы испортили присланный нам образец Вот, и поэтому... Ну, кое-что из него ускребли Мы не сами Да, ну, не важно Вот И поэтому, вот Ничего у нас с экспериментом, в общем-то, не очень получилось Ну, для начала я расскажу, о чём идёт речь Вот Слоистые сверхпроводники Это такие сверхпроводники, которые обладают очень высокой анизотропией И которые являются подключенными машинами в инновационном сверхконтакте на атомарном уровне То есть, при приложении внешнего мотинца в поле Здесь можно собираться решёт инновационных векрей Которая может быть приведена в движение внешним боком Вот В последние годы возрос интерес к этой тематике В связи с тем, что в 2007 году Ну, уже не в последние годы Вышла работа В которой сообщалось о наблюдении сильного субтерверцового излучения Из структуры на основе слоистого сверхпроводника иства Вот эта работа значительно стимулировала интерес к этой тематике Было наблюдено излучение мощностью где-то пол микроватта Что в сравнении с предыдущими наблюдениями Когда наблюдалось излучение мощностью порядка нескольких пиковатт максимум Было значительно прорывом Здесь выписана модель, которая описывает дезаксонскую динамику таких структур И в этом полугодии я разрабатывал программу для моделирования таких структур Ну, она вот практически готова к лунерной версии к этой программе Значит, в мои планы входит еще Прикрутить к ней уравнение теплопроводности С тем, чтобы изучить формирование так называемого горячего текна В таких структурах, которые, по имеющимся сведениям, значительно способствуют синхронизации внутренних дезакционских контактов В таких материалах Ну и, наконец, мы планируем провести эксперимент Вот здесь, на этом слайде, показана схема эксперимента И в данное время у нас решительно все есть для проведения этого эксперимента Включая образец, который мне передали буквально вчера Вот, благодаря любезности профессора Ванга из Китайской Народной Республики Который согласился доставить нам еще один образец Ну и, собственно, да, про что я хотел, чтобы Саша сказал, а он не сказал Что на новом криостате с помощью большого числа сотрудников ЛКН Настроена система гибростабилизации И, собственно, вот, надеюсь, что на следующей неделе криостат запустится Ну и мы посмотрим, насколько он хорош, лучше или хуже тритона И будет, так сказать, эта система гибростабилизации снова до выставлена на тритоне И тоже будут проведены измерения, и проведено сравнение Стало лучше, хуже и хуже У меня предложение произвести измерения сейчас, а потом сравнить с тем, что сделано Понять, работает ли эта система гибростабилизация Уже случился правильный подход Да, чтобы потом, вот, сначала зафиксируем Сделать и сейчас Представляет, но Кимичную тритону Да, да Тритон Если это не сложно, например Нет, но она уже готова к измерению Я надеюсь, что на прошедшей неделе ее запустили Там уже образец стоит внутри, да, Антонов? Она закрыта и откачивается Трюсот миликель, да, да То есть вот надо запустить спальню А по тритону надо тоже поставить образцы Там с Антоном надо обсудить, что поставить И тоже откачать, довыскивать систему вибростабилизации Потому что она наполовину только Ну, все по инструкции, да, сделано И тоже, а предыдущие образцы мерились, надо сравнить, что было, что стало Потому что пока вот я... Она была сделана, я вас уверяю Она была сделана, когда меня привезли, мы все это делали Объясняю Если ребята сидят на стуле, измеряют Вот так вот проводят рукой У них идут пульсации, да Мерить при этом лайки нельзя Или там спектры, что угодно Процесс должен быть хотя бы квазис-стационарный Если он сильно стационарный, то о чем вообще идет это? Хочется посмотреть на настроение Нужно, конечно, это нужно И если окажешься, что она настроена плохо, ее надо настроить заново Ваши 3 минуты давно закончились, мы сейчас другого слушаем Завершайте, пожалуйста Нет, нашел, он решил, а я стал продолжать Тогда давайте мы поблагодарим Удадим снова к следующему плановому докладчику Где у нас? Где-то мы чуть-чуть Спасибо